Всем добрый день, меня зовут Валерия. Сегодня мы с вами поговорим про особенности ухода за нашей кожей в ноябре месяце. Причем особенности ухода не только за кожей лица, но и в принципе за кожей тела. И мы сегодня с вами не будем разбирать этапы ухода. В принципе они остаются стабильными, одинаковыми. Ну то есть есть три минимальных шага, которые помогают нашей коже выглядеть ухоженно. То есть каждый день мы с вами кожу очищаем, тонизируем и наносим крем. Это тот минимум. Безусловно есть целый ряд программ, 7 шагов ухода, 8 шагов. Может начинаться снимаем макияж, потом очищаем кожу, потом может быть какое-то гидрофильное масло, какая-то увлажняющая эмульсия. То есть у каждого производителя могут быть прописаны, но еще раз повторю, минимум, что нам обеспечивает хороший ухоженный внешний вид, это три этапа друг за другом. Очистили кожу, допустим умылись чем-то, протонизировали кожу и нанесли свой уходовый крем. И здесь стабильность, то есть это то, что является базой и то, что мы должны с вами делать каждый день. Конечно, в зависимости от времени года, жара ли это или холод, у нас с вами могут меняться назначения косметики. Ну, допустим, летом уходовый крем, он должен быть дневной с СПФ фактором, защита от ультрафиолета. И специальные процедуры, я их называю, дополнительный уход. Например, летом наша кожа больше нуждается в очищении, поскольку повышенная сальность, мы с вами потеем, расширяются наши поры. Поры часто забиваются пылью, грязью и, в общем-то, актуальны процедуры глубокого очищения. Например, скрабирование, поэтому неудивительно, что летом мы с вами, допустим, процедуру скрабирования можем делать два раза в неделю, а какую-то увлажняющую масочку один раз в неделю. А зимой у нас кожа, опять-таки, меняется по сезону, да, и вот здесь процедура скрабирования глубокого очищения, она уже ее достаточно делать один раз в неделю, не такая актуальна. А, например, дополнительные увлажняющие маски или питательные маски мы с вами можем делать два-три раза в неделю. Ну, то есть, это вот как база такая, как основа, которая как само собой разумеющаяся. Я думаю, здесь очень многие женщины подбирают для себя специальную косметику, да. Например, с ноября месяца актуален будет в плане дневного ухода крем защитный от ветра и от мороза. Все будет зависеть от того, где мы с вами проживаем. Ну, то есть, вот такие нюансы я не трогаю. Сегодня я хочу с вами поговорить про те ошибки, которые совершают, к сожалению, очень многие женщины. И почему именно ноябрь месяц? На самом деле, ноябрь месяц – это фактически для большинства людей, которые проживают в разных регионах, переходный месяц, когда мы с вами уже как бы конкретно, да, переступаем порог. Там было лето и вот впереди зима. И именно в ноябре наша кожа начинает страдать от холодного и сухого воздуха. Почему так происходит? Несмотря на то, что у нас, допустим, осенние дожди могут быть, может быть туман. Кому как повезет, да, у некоторых холода уже наступает в октябре месяце. Но поскольку в этом году у нас было достаточно долгое бабье лето, скажем так, осень, поэтому вот я это видео снимаю именно в ноябре месяце. Итак, смотрите, прежде всего холодный и сухой воздух, да, плюс морозный ветер и перепады температуры. Что значит перепады температуры? Не на улице, а перепады. На улице холодно, заходим в помещение, а здесь тепло. Так вот, почему холодный? Понятное дело, мы с вами движемся к зиме. А почему сухой? А потому что у нас включаются батареи, да, и вот это центральное отопление, или мы с вами включаем обогреватели, очень сильно высушивает воздух. Когда наступят лютые холода, конкретные минусовые температуры, тогда и воздух на улице тоже будет сухим. Поэтому не удивляйтесь, что морозный воздух тоже самое высушивает, я бы даже сказала, вымораживает нашу кожу, как и холодный ветер. Итак, холодный воздух, сухой воздух, перепады температуры, ну и ветер, да, может быть, может не быть. Вот это все может вредить нашей коже. А наша кожа только-только сейчас стала приходить в себя после солнца. И тем более мы с вами договорились, что начиная с ноября месяца, мы с вами можем вводить в свой домашний уход отбеливающую косметику. И, соответственно, зная, что наша кожа начинает страдать от вот этих перепадов, мы с вами должны немножечко откорректировать свой уход. Опять-таки, повторю, этапы у нас остаются те же самые, но мы с вами должны обратить внимание на то, что дополнительно нужно нашей косметике. Итак, поскольку холодный воздух, то я вам уже проговорила, в качестве дневного ухода, дневного крема нам понадобится крем для защиты от непогоды. Это либо может быть специальный крем дневной, либо это может быть более питательный крем. Дальше. Наша кожа, поскольку воздух сухой, нуждается в увлажнении. Вот тот ужас, который делают очень многие женщины. Они четко делят. Значит, зимой кожу нужно питать, а летом кожу нужно увлажнять. Кожа особенно зрела, особенно нам, когда нам за 50+, она нуждается в увлажнении не только круглогодично, но и она особенно нуждается в увлажнении, когда у нас отопление. И для того, чтобы защитить свою кожу от излишней потери влаги, нужно ставить либо увлажнители, либо вводить увлажняющую косметику. Но опять-таки, очень многие женщины считают, что увлажняющую косметику нельзя использовать, потому что мы выйдем на улицу, и наша кожа будет вымораживаться. На самом деле, увлажняющая косметика с ноября месяца будет защищать нашу кожу от сухого воздуха в помещении и от мороза. Но, допустим, если дневной крем у нас защитный от мороза, мы его на плотной основе наносим перед выходом на улицу, то как раз-таки увлажняющая косметика ночная имеет место быть. Более того, если в вашем уходовом креме есть какие-то увлажняющие компоненты, та же самая, например, гиалуроновая кислота, то такую косметику в холодное время года вы должны наносить, во-первых, однозначно на тоник или на дополнительное увлажнение тоника, предварительно можете протереть кожу, ну, допустим, минеральной водой. Потом вы наносите ваш крем, в котором есть гиалуроновая кислота, потому что гиалуронка должна удерживать влагу. И если влаги дополнительно нет, она будет тянуть ее не из сухого воздуха, а как раз-таки из вашей кожи. Это тоже нужно обязательно учитывать. И если у вас дневной крем с гиалуронкой, мы его наносим за минимально 40 минут до выхода на улицу. То есть в идеале за час-полтора мы наносим наш крем с увлажняющим компонентом, и он не будет сушить кожу, даже если мы с вами пойдем в лютый мороз куда-то на улицу. То есть обязательно с ноября месяца у нас должно присутствовать увлажнение. Ну, допустим, акцент на ночной уход и, безусловно, увлажняющие маски никто не отменял. Более того, если мы с вами приходим на работу, понятное дело, отопление включается, а мы несколько часов будем проводить в помещении, где сухой воздух, то нам актуальны будут выйти самые мисты для увлажнения кожи, всевозможные минеральные спреи, косметические, минеральная водичка косметическая. И в течение дня мы с вами можем орошать свое лицо, будь то дома, будь то на работе, для того, чтобы защитить свою кожу от излишней потери влаги. Следующий момент, который, к сожалению, упускают наши женщины, это то, что именно поздней осенью и зимой нужно очень мягко очищать свою кожу. Ну, скажем так, мы продрогли с вами. Конечно, у нас есть желание влезть в теплую в ванну, встать под горячий душ, и этим самым мы с вами снимаем, да, смываем защитную гидролипидную мантию, жировую оболочку просто горячей водой. Поэтому нам с вами нужно себя приучить с ноября месяца умывать лицо, по крайней мере, да, лицо водой комнатной температуры и не использовать мыло и жестких палов. То есть вот эти гели для душа, мыло, да, которое мы привыкли с вами для умывания, там, для мытья тела своего, на самом деле начинают нам вредить, поскольку мы не только снимаем защитную гидролипидную мантию оболочку, но мы пересушиваем свою кожу. Поэтому у нас должны быть мягкие, щадящие средства для очищения нашей кожи и для очищения нашего тела. Ну, и безусловно, да, если мы с вами все-таки постояли, ну, это искушение, да, принимаем с вами горячую ванну, постояли под горячим душем, обязательно после него на тело нужно нанести какое-то молочко уходовое, иначе морозный дерматит вам гарантирован, особенно когда мы с вами носим синтетические колготы, например, это что касательно тела. Но что касательно лица нашего, не удивляйтесь раздражению на коже, да, бурной реакции на холод, на мороз и даже появление купероза. Ни сколько от лета, от солнца, а сколько от того, что мы с вами зимой в холодное время, с ноября месяца начинаем умываться более горячей водой и умываемся или продолжаем умываться с мылом. То есть, либо специальной пенки увлажняющей, смягчающей, и, соответственно, для тела специальной гели. Ну, и, безусловно, как само собой разумеющееся, после принятия души или очищения умывания своего лица нужно протереть, по крайней мере, лицо тоником и нанести какой-то крем, но на тело нужно нанести какое-то молочко для тела увлажняющих. Плюс, смотрите, в ноябре месяце наша кожа уже может нуждаться в восстановлении. Ну, допустим, начались первые морозы, мы не были к ним готовы, да, наша кожа немножечко обветрилась, поэтому, смотрите, очень актуально будет в ноябре и восстанавливать, и поддерживать свою кожу той косметикой, которой есть специальные добавки. Это не только пантенол, да, это не только ланолин или глицерин. Глицерин вообще входит в состав гидролипидной мантии, но еще обращайте внимание на косметику с церамидами или керамидами. А те, которые латают поврежденные участки нашей кожи, тоже будет очень актуально и своевременно, и вовремя. Мало того, что такая косметика, она восстанавливает нашу кожу, если она уже пострадала, особенно после сильного ветра, и эта же косметика будет поддерживать нашу кожу и защищать ее естественным образом и от обезвоживания, и от мороза, и от сильного ветра. Поэтому косметика, смотрите, пантенол присутствует очень хорошо, глицерин, еще раз повторю, очень хорошо, ланолин замечательно, но церамиды, керамиды определенные, да, вот такие клеточки, которые непосредственно, сразу, фактически, мгновенно успокаивают нашу кожу, встраиваются в защитную гидролипидную мантию. Ну и, естественно, ноябрь – это замечательный месяц, когда мы с вами же в какой раз, говорю, можем приступить более к активным процедурам, например, к осветлению, к отбеливанию нашей кожи. Поэтому в ноябре можно включать косметику в уход, да, косметику отбеливающую, косметику с фруктовыми кислотами, делать всевозможные пилинги в том случае, если наша кожа уже не пострадала. И ноябрь месяц – это месяц, когда можно включать активные ингредиенты, такие, например, или косметику с активными ингредиентами, например, с витамином С, да, для отбеливания кожи, или с витамином А, с ретинолом, да, вот подбирать косметику с ретинолом для того, чтобы простимулировать, допустим, выработку коллагена. Кстати, ретинол тоже способствует восстановлению нашей кожи. Почему так? Поскольку, например, и витамин С, и витамин А делали нашу кожу уязвимой к ультрафиолету. А в ноябре мы с вами можем безопасно использовать эти активные ингредиенты, да, и более того, обычно очень многие люди начинают, женщины, да, очень многие женщины начинают в ноябре активные какие-то программы по уходу за кожей для того, чтобы во всей красе встретить Новый год. Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше суперспасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз, огромнейшая вам благодарность от меня. Поэтому, если вы будете подбирать какую-то косметику с активными омолаживающими компонентами, ноябрь самое то. И безопасно с точки зрения делать нашу кожу уязвимой к ультрафиолету. И в то же самое время впереди один из самых любимых нами праздников. Новый год, когда хочется выглядеть очень и очень хорошо. Вот такие вот особенности ухода в ноябре месяц. Конечно, есть какие-то частности. Нужно учитывать и состояние нашей кожи, да. Как она пострадала либо от солнца, либо уже от мороза. Но еще раз, смотрите, ноябрь это тот месяц, когда стоит задуматься, да, кое-что изменить в уходе. И, кстати, домашние маски у нас есть потрясающие, которые с ноября месяца рекомендуется делать. Я вам уже показывала одну такую маску, да, которая тоже решает все проблемы. И омоложение кожи, и восстановление кожи, восстановление защитной гидролипидной оболочки и так далее и тому подобное. Так что берите эту информацию к сведениям, будьте здоровы. Я вам желаю красивой и молодой кожи.